Привет, друзья! После успешно проведенной уборочной перед каждым фермером встает вопрос, как с наибольшей выгодой реализовать или сохранить выращенную зерновую продукцию. Можно продать урожай с колес, но только в том случае, если цена закупки на рынке высокая, а если нет, то зерно необходимо заложить на хранение. Хранить собранный урожай на элеваторе дорого. Попытаться сохранить его в хозяйстве в неприспособленных для хранения помещениях, значит взять на себя риск потери качества и частично самого зерна. В этом случае одним из вариантов для хранения урожая является применение технологии хранения зерна в полиэтиленовых рукавах. Основной принцип герметичного хранения это устранение кислорода в мешке для дезактивации насекомых, вредителей и грибков. А происходит это за счет того, что живые организмы, оказавшиеся вместе с зерном в герметичном мешке, начинают интенсивно поглощать попавший туда воздух и превращать его в углекислый газ. Такая атмосфера внутри мешка сокращает биологическую активность внутри зерновой массы, которая является главной причиной повышения температуры внутри нее. Соблюдая технологические требования, без консервантов в рукавах можно хранить зерно даже с влажностью 26-28%. Но в этом случае срок безопасного хранения не более 2-3 месяцев, чего может вполне хватить для неспешной сушки всего зерна, собранного в сжатые сроки. А зерно с влажностью около 14% возможно сохранить в рукавах вплоть до 18 месяцев. Одной из компаний, которая предлагает оборудование для хранения зерна в рукавах, является российская инновационная компания Liliani. Зерноупаковочная машина МЗУ-01 предназначена для упаковки в полиэтиленовые зерноупаковочные рукава диаметром 2,7 метра зерна любого типа. Данная машина имеет максимальную производительность до 350 тонн в час. Объем зерна, пакуемый в один рукав, может достигать 250 тонн. Агрегатируется МЗУ-01 с тракторами мощностью от 80 лошадиных сил, оборудованными валом отбора мощности. Для облегчения заправки нового рукава на машине предусмотрена консольная балка с вагонеткой и ручной талью, а также рамка для подъема рукава. Машина также оборудована лебедкой подъема опускания подрамника. Для обеспечения плотной набивки зерна зерноупаковочная машина МЗУ оснащена двумя ручными тормозами. При недостаточной плотности набивки следует подтянуть тормоза до тех пор, пока не будет достигнута требуемая плотность набивки. Шнек приводится в движение цепной передачей через карданный вал от вала отбора мощности трактора. Вал отбора мощности должен быть установлен на вращение со скоростью 540 оборотов в минуту. Высота загрузки зерна составляет 3,5 метра. Масса незаполненной зерноупаковочной машины составляет 1180 килограмм. Стрелка всегда должна смотреться на трактор. А она не смотрит на трактор? Она же здесь снимает на трактор. То есть вот эта стрелка в сторону трактора? Да, да. Вперед по направлению движения. Да, сейчас наряд туда подняться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Затягивай, затягивай Сейчас, после мы вниз загнем его Сейчас по одной крутите Одну сюда, другую сюда Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok